Валакаламское направление. Общая обстановка на Западном фронте к 14 октября оказалась очень тяжелой. Враг двигался на Москву. Потребовались титанические усилия партии, правительства и Верховного Главнокомандования для ликвидации нависшей над столицей нашей Родины угрозы. Руководимый партией «Советский народ» доказал еще раз, на что он способен в минуты опасности. Все было сделано, чтобы преградить дорогу вражеским войскам. Ставка срочно направляла на боевые рубежи отдельные части из района Москвы. Спешно перебрасывались дивизии с других фронтов из Средней Азии и с Дальнего Востока. Мы понимали, что и от нас командование фронта ждет полной отдачи сил. Все, что мы увидели в Волоколамске, напоминало мне обстановку, в которой уже пришлось воевать в июле на Ярцевском рубеже. Но тогда я прибыл на угрожаемый участок только с горсткой незнакомых офицеров, даже без средств связи. А сейчас, в октябре, командующий армией имел хорошо сколоченный штаб, оснащенный всеми необходимыми средствами, способный быстро установить связь и наладить управление. Личный состав штаба прошел уже суровую школу войны в весьма сложных условиях. Люди сработались, знали и понимали друг друга, как говорится, с полуслова. Крепких и закаленных большевиков, способных мобилизовать партийные комсомольские организации на любое большое дело воодушевить людей на подвиг. Все это сыграло огромную роль в решении той сложной и ответственной задачи, которая была перед нами поставлена. Развернув командный пункт в Волоколамске, мы немедленно разослали группы офицеров штаба или политотдела по всем направлениям для розыска войск, имевшихся в этом районе, и для перехвата прорывавшихся из окружения частей, групп и одиночек. Первым в район Севернее Волоколамска вышел 3-й кавалерийский корпус под командованием Доватора. Он поступил в оперативное подчинение 16-й армии. Корпус состоял из двух кавалерийских дивизий – 50-й генерала Плиева и 53-й комбрига Мельника. До прибытия к нам кавалеристы участвовали в боях на реке Межа и, получив приказ о выходе во фронтовой резерв для пополнения, двинулись на станцию Осуга, 30 км южнее Ржева. Но выяснилось, что пути дальнейшего движения перехвачены моторизованными танковыми частями противника. Дивизии генерала Доватора оказались во вражеском тылу, стали пробиваться из окружения и вот к 13 октября вырвались в район Волоколамска. Третий кавкорпус, правда, сильно поредевший, был в то время внушительной силой. Его бойцы и командиры неоднократно участвовали в боях, как говорится, понюхали пороху. Командный политический состав приобрел уже боевой опыт и знал, на что способны воины-кавалеристы. Изучил сильные и слабые стороны противника. Особенно ценной в тех условиях была высокая подвижность корпуса, позволявшая использовать его для маневра на угрожаемых направлениях. Конечно, с соответствующими средствами усиления, без которых конники не смогли бы бороться с вражескими танками. Хорошее впечатление произвел на меня командир корпуса Лев Михайлович Даватор, о котором я уже слышал от маршала Тимошенко. Он был молод, жизнерадостен, вдумчив, видимо, хорошо знал свое дело. Уже одно то, что ему удалось вывести корпус из окружения боеспособным, говорило о талантливости и мужестве генерала. Можно было не сомневаться, что задача, возлагаемая на корпус, будет выполнена умело, а она была очень сложной – организовать оборону на широком фронте севернее Волоколамска вплоть до Волжского водохранилища. Левее кавалеристов расположился сводный курсантский полк, созданный на базе военного училища имени Верховного Совета РСФСР под командованием полковника С.И. Младенцева и комиссара А.Е. Славкина. Этот полк из Солнечногорска был переброшен по тревоге под Волоколамск, где приступил к организации обороны по восточному берегу реки Лама. Алексей Андреевич Лобачев, узнав, что к нам пришли кремлевские курсанты, весь преобразился от нахлынувших чувств, и я не мог не послать его к ним. Наш член военного совета гордился тем, что его боевая юность началась в стенах кремлевской военной школы. С какой радостью он рассказывал, что в 2021 году стоял часовым на посту 27 у квартиры Владимира Ильича Ленина. Возвратившись, Лобачев рассказал, что настроение у курсантов бодрое боевое, хороший, надежный полк. И на самом деле, в первых же боях полк Младенцева показал, что способен на многое. На левом фланге, прикрывая Волоколамск запада и юго-запада до реки Руза, стояла 316-я стрелковая дивизия, прибывшая с фронтового резерва. Командовал гей генерал Иван Панфилов, а комиссаром был С.А. Егоров. Такую полнокровную стрелковую дивизию по численности и по обеспечению мы давно не видели. Командиры подобрались крепкие, а политработники были выдвинуты из партийного и советского актива Казахской ССР. При формировании дивизии большая помощь ей была оказана со стороны Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана. Уже 14 октября я встретился с генералом Панфиловым на его командном пункте, и мы обсудили основные вопросы, касавшиеся действий его соединения. Беседа с Иваном Васильевичем оставила глубокое впечатление. Я увидел, что, имею дело с командиром разумным, обладающим серьезными знаниями и богатым практическим опытом, его предложения были хорошо обоснованы. Простое открытое лицо, некоторая даже застенчивость в начале. Вместе с тем чувствовалось кипучая его энергия и способность проявить железную волю и настойчивость в нужный момент. О своих подчиненных генерал отзывался уважительно, видно было, что он хорошо знает каждого из них. Бывает, человека сразу не поймешь. На что он способен, каковы его возможности. Генерал Панфилов был мне понятен и симпатичен. Я как-то сразу уверился в нем и не ошибся. Изучение характера подчиненных командиров – необходимейшая сторона подготовки к бою. Почему? Потому что в этих характерах тоже резервы командующего. Это дело кропотливое, а у нас тогда времени было в обрез. Понравилась мне и спокойная остроумие генерала. Оценивая участок от Балычева к реке Руза, где стоял один из его полков, он сказал, «Да, здесь мы сели на колышки». Меткая характеристика так называемой укрепленной полосы. Вместо оборонительных сооружений там оказались только колышки, их обозначавшие. Строители больше ничего не успели сделать. Принимаем все меры, чтобы до начала вражеского наступления подготовить хотя бы укрепление полевого типа. Исходя из оценки местности, мы считали, что вероятнее всего, свой главный удар противник обрушит на левый фланг 316-й дивизии. Этому участку и командование армии и сам Панфилов уделяли наибольшее внимание, заботясь прежде всего о глубокой противотанковой обороне. Командиры штаба армии и служб передавали войскам опыт, приобретенный в минувших боях, помогали словом и делом. В каждом бою противник использовал главным образом свое подавляющее преимущество в танках. Этого нам опять следовало ожидать. Для противодействия танкам наметили бросить всю нашу артиллерию. Но ее у нас явно не доставало. Поэтому заранее предусматривался широкий манер как траекториями, так и колесами. Спланировали перегруппировку артиллерии на угрожаемые участки, определили и изучили маршруты движения. Василий Иванович Казаков и его офицеры помогали командирам дивизии и артиллерийским начальникам организовать использование артиллерии всех видов, вплоть до зенитной и катюш, для борьбы с танками, откуда бы те не появились. Каждой батареи отдельному орудию, придаваемым пехоте или спешенной кавалерии, для борьбы с танками, обязательно выделялись соответствующие стрелковые подразделения для прикрытия от немецких автоматчиков. Подчинялись эти подразделения командиру батареи или орудия, которые они прикрывали. Это мероприятие 16-я армия ввела у себя, учитывая опыт боев. Оно себя оправдало. Помимо того, были созданы подвижные отряды саперов с минами и подрывными зарядами. Посадили эти отряды на машины и на повозки. Задача – в процессе боя перехватывать танкоопасные направления, преграждать путь танкам в глубину нашей обороны. На стыках и в промежутках между полками были отрыты и заминированы противотанковые рвы. В частности, 1075-й полк Панфиловской дивизии свой левый фланг прикрывал 4-х километровым рвом, поставив там 4000 мин. Оборонительные работы развернулись по всей полосе обороны 16-й армии, протяженность которой была почти 100 километров. Наряду с усовершенствованием обороны проводилась большая работа по укреплению политико-морального состояния бойцов. Она направлялась на то, чтобы все проникли с решимостью отстаивать занимаемый рубеж, не допуская мысли об отходе. И, надо сказать, сделано в этом смысле было немало. Сознание того, что на нас возложена задача защищать подступы к Москве, Удеся теряла наши силы. Войны клялись сделать все, чтобы разбить врага. Всем нашим бойцам было известно, как самоотверженно трудятся московские рабочие и работницы. Не зная отдыха, они превратили столицу в арсенал, снабжавший фронт оружием и боеприпасами. Москвичи, и это мы видели, самозабвенно возводили противотанковые препятствия, ставили на долбы. Связь с рабочими коллективами столичных заводов не прекращалась даже в эти напряженные и до предела загруженные дни. Слово «Москва» заключало для каждого из нас от большого начальника до рядового бойца очень многое. Все, за что боролись, в чем преуспели, создав рабоче-крестьянское государство. Большую помощь 16-й армии на Волоколамском направлении оказала партийная организация столицы. Ее заботами в октябре 41-го года из москвичей-добровольцев были созданы десятки истребительных рот и батальонов. Они вливались в армию, усиливали ее, поредевшие в непрерывных боях части. Помню, как сейчас позвонили мне ПВЧ начальник московской милиции В.Н. Романченко. Не пригодится ли отряд милиции для действий на фронте? Будем очень рады ему. Вскоре в Волоколамск прибыл прекрасно экипированный, внушительный отряд, сформированный из добровольцев-работников столичной милиции. Его мы использовали для действий в тылу врага, и он на протяжении длительного времени оказывал нам неоценимые услуги. Нашим соседом была 30-я армия генерала В.А. Хоменко. Войска ее под давлением противника отходили с севернее Московского моря. К началу боев связь с ней не была установлена. Слева юго-восточнее Болучева. Нашим соседом была 5-я армия, которую вначале командовал генерал Д.Д. Лелюшенко, а затем генерал Л.А. Говоров. С этой армией связь поддерживалась регулярно. Малочисленность войск заставила нас выделить все соединения в первый эшелон, и каждая из них занимала оборону на широком фронте. В резерве мы имели стрелковый полк 126-й дивизии. Он организованно вышел из окружения. Мы рассчитывали развернуть его в полнокровное соединение, пополняя с нашего сборного пункта. И еще была выведена в резерв для пополнения 18-я стрелковая ополченская дивизия. Разумеется, они держались на готове. Армия получила на усиление два истребительно-противотанковых артиллерийских полка, два пушечных полка, два дивизиона Московского арт-училища, два полка и три дивизиона «Катюш». По тому времени артиллерии у нас было много. Но учтите, 100-километровый фронт обороны. Утром 16 октября противник нанес удар танковыми и моторизованными соединениями на левом фланге нашей армии, как раз там, где мы предполагали и где с особенной тщательностью готовились его встретить. Только на этом участке враг сосредоточил четыре дивизии, две пехотные и две танковые. Главный удар пришелся под 316-й дивизией Панфилова, передний край которой проходил в 12-15 километрах от Волоколамского шоссе. Завязались тяжелые оборонительные бои. Гитлеровцы вводили в бой сильные группы по 30-50 танков, сопровождаемые густыми цепями пехоты и поддерживаемые артиллерийским огнем и бомбардировкой с воздуха. Встретив хорошо организованное сопротивление наших войск, противник отходил, но потом снова начинал атаки. Большие потери вынуждали врага вводить в бой новые и новые силы. Сражение разгоралось на всем фронте обороны 16-й армии. 17 октября был атакован корпус Доватора Севернее Волоколамска. В этот же день в районе Балычева на стыке с 5-й армией немцы бросили на полк 316-й дивизии до 100 танков. Им удалось овладеть двумя населенными пунктами. Пытаясь развить успех глубину, немцы еще больше усилили натиск, но были встречены стянутой сюда с других участков артиллерии и, понеся большие потери в танках, отброшены назад. Не продвинулись они и на рубежах, занимаемых спешиной конницей. Здесь тоже все атаки удалось отбить. 18 октября противник, стремясь во что бы то ни стало добиться успеха, ввел против 316-й стрелковой дивизии Сотни полторы танков и полк мото-пехоты в направлении Игнатково, Жилино, Асташево. Навстречу этой стальной лавине была выдвинута противотанковая артиллерия, пушечные батареи и «Катюши». Но вот еще около сотни вражеских танков появилось в районе Жилино, на южном берегу Рузы. Пришлось мне использовать ближайшие, а затем и все армейские артиллерийские резервы. Маневр артиллерией спас положение. В результате двухдневного боя 18-19 октября гитлеровцы незначительно потеснили части дивизии Панфилова. Но враг понес такие потери в танках и живой силе, что вынужден был прекратить атаки. Наши потери тоже были немалые. Артиллеристы, пехотинцы, саперы и связисты проявляли массовый героизм, отражая вражеский натиск. Случалось, артиллеристы продолжали вести огонь из поврежденных орудий. Пехотинцы встречали танки гранатами и бутылками с горючей смесью. Стрелковые подразделения, прикрывавшие орудия, гибли вместе с расчетами, но не покидали их. Связисты под сильнейшим огнем наводили связь и восстанавливали линии. Противник вынужден был то и дело менять тактику применения танков. Пытался он пускать их мелкими группами вне дорог. Однако нашей артиллерии был предусмотрен маневр для отражения таких попыток. Передышка длилась недолго. Бои возобновились. Атаки следовали за атаками. Проявляя активность на всем фронте, противник основное внимание по-прежнему сосредоточивал на Волоколамском направлении, вводя здесь все новые части. Обладая большим превосходством в силах, гитлеровцы постепенно километр за километром теснили наши войска. Создав мощный танковый кулак, немцы стремились пробиться к Волоколамскому шоссе. С воздуха их атаки все время поддерживала авиация. К 25 октября противник овладел Балычева, Асташева, форсировал Рузу. Бросив бой до 125 танков, он захватил станцию Волоколамск. В десятидневных боях 16 по 25 октября наша армия понесла чувствительные потери в артиллерии. Создалось весьма тяжелое положение. Очень многое сделали в эти дни генерал Василий Иванович Казаков и его артиллеристы. Но все имеет предел. Настал момент, и Казаков доложил, что артиллерии у нас не хватает даже для борьбы с теми силами, которые враг уже бросил в сражение. А разведка и показания пленных свидетельствовали о появлении перед нами новых танковых частей. Нужно было во что-то бы то ни стало добиться усиления армии артиллерии. Мне очень не хотелось, но я вынужден был обратиться по ВЧ к командующему фронтом Георгию Константиновичу Жукову. Разговор предстоял мне из приятных. Я заранее это предвидел. Стоически выслушав все сказанное в мой адрес. Однако удалось добиться присылки в армию к утру 26 октября двух полков 37-мм зенитных пушек. Худо ли, хорошо ли, но это была помощь. У Жукова тоже в те дни каждая батарея была на счету. Оба полка тут же были отданы Панфилову для противотанковой обороны полосы его дивизии. Нажим врага на Волоколамск все усиливался. Против 316-й дивизии действовали помимо пехотных не менее двух танковых дивизий. Мне пришлось произвести некоторую перегруппировку для усиления левого фланга армии. Сюда форсированным маршем вышел корпус генерала Даватора. Его у Волжского водохранилища заменила несколько пополненная 126-ти стрелковая дивизия. Туда же подтягивалась и 18-я стрелковая дивизия. Как известно, на севере противник, продолжая наступление, 14 октября овладел Калининым, оттеснил правофланговые части 30-й армии, глубоко продвинулся на восток вдоль северного берега Московского моря. Таким образом немецкие войска заняли нависающее положение над нашим правым флангом. Как мне думается, генеральный штаб при определении границ между Западным фронтом и Калининским, созданным 17 октября, допустил ошибку. Суть ее в том, что границу избрали не по такому крупному рубежу, каким являлось Волжское водохранилище, а отнесли ее южнее. И войска 30-й армии оказались разделенными на две части. Фашистам удалось значительно потеснить и правый фланг другого нашего соседа, 5-й армии. Противник овладел Можайском и Рузой. Продвинулся к востоку непосредственно на участке, примыкавшем к нашей полосе обороны, и обошел Волоколамск с юга. В то же время после нескольких дней упорных боев отошел к востоку от рубежа реки Лама курсантский полк, оборонявшийся в северне Волоколамска. Значит, и с этой стороны врагу удалось занять нависающее положение. И, наконец, 27 октября, введя крупные силы танковой пехоты при поддержке артиллерии и авиации, противник овладел Волоколамском. Но попытка врага перехватить шоссе восточнее города, идущая на Истру, была отражена решительными и умелыми действиями вовремя прибывшей и изготовившейся к бою кавалерийской дивизии генерала Плиева с приданной ей артиллерией. Именно в этих кровопролитных боях за Волоколамск и восточнее его навеки покрыла себя славой панфиловская дивизия. Ее в армии так и называли. И солдаты 1316 о себе говорили «Мы – панфиловцы», счастлив генерал, заслуживший массе бойцов так просто выраженную, но неизгладимую в сердцах любовь и веру. В самоотвержденное умело сражался курсантский полк С.И. Младенцево. Именно эти стрелковые войска и действовавшие с ними артиллерийские части, невзирая на многократное превосходство врага, не позволили ему продвинуться дальше. Мы нанесли немецким соединениям огромный урон, особенно в танках. Противник вынужден был сделать паузу для перегруппировки и подтягивания свежих сил. Бои в районе Волоколамска и за Волоколамск вошли в историю. О них написано много книг, и повторяться не нужно. Скажу лишь одно. Тогда все, от рядового до генерала, не жалели ни сил, ни жизни, чтобы преградить врагу путь к Москве. Истощив силы в боях под Волоколамском и севернее его, гитлеровские войска остановились. В течение нескольких дней велись лишь бои местного значения. По нашим наблюдениям, данным разведки другим сведениям, немецко-фашистское командование, испытав прочность нашей обороны, решило подготовить новый удар. На Волоколамско-Истринское направление подходили свежие части. Производилась какая-то перегруппировка к северу. В эти дни с несколькими офицерами прибыл к нам вышедший из окружения генерал И.В. Болдин. От него мы узнали о судьбе войск Западного и Резервного фронтов, оказавшихся в окружении Западней Вязьмы, то есть 19, 20, 24 и 32 армии, в том числе и тех соединений, которые мы по приказу от 5 октября передали Ф.А. Ершакову. Из слов Болдина вытекало, что части, потеряв связь с вышестоящими штабами, самостоятельно, с огромным трудом, пробивались через вражеские заслоны на восток к своим. Сам генерал Болдин с небольшой группой командиров и бойцов тоже лесами пробирался на восток. С ними был и раненый М.Ф. Лукин. В одну из ночей их внезапно атаковали немецкие автоматчики. После скоротечного боя прорываться пришлось уже в одиночку, поэтому не сразу заметили отсутствие Михаила Федоровича Лукина. Впоследствии мы узнали, что в эту трагическую ночь он в бессознательном состоянии попал в плен. И.В. Болдину был от нас Москвой, вскоре прославился как один из героев обороны столицы на левом крыле Западного фронта. Используя наступившую передышку, вырванную у врага, войска нашей армии, введя мелкие бои, продолжали укреплять оборонительные позиции. Обстановка на фронте все усложнялась. Разведка доносила, что и на Волоколамское направление к правому флангу 16-й армии подтягиваются крупные вражеские силы. Нужно было со дня на день ожидать удара. Мы у себя в штабе тщательно обдумывали, как нам поспеть, хотя бы несколько улучшить положение своих соединений. Так созрела мысль о Скирмановской операции, мысль довольно рискованная, но плодотворная. В конце октября и начале ноября немцы захватили у нас на левом фланге несколько населенных пунктов, в том числе и из Керманова. Гитлеровцы навислись юга над магистралью Волоколамскистра. Они не только простреливали ее артиллерийским огнем, но и могли в любое время перехватить и выйти в тыл основной группировки нашей армии на этом направлении. Обязательно нужно было изгнать противника из Керманова и заблаговременно ликвидировать угрозу. Решение этой задачи выпало на долю 50-й кавалерийской дивизии генерала Плиева, 18-й стрелковой дивизии полковника Чернышева и танковой бригады Катукова, недавно прибывшей к нам. Привлекли также несколько артиллерийских частей дивизионов, гвардейских минометов. Риск был в том, что мы решились на это дело в предвидении начала вражеского наступления. Как говорится, нужда заставила. Но в этом были определенные преимущества. Немецкое командование вряд ли могло предположить, что мы рискнем. Все товарищи Малинины, Казаков и Орел с воодушевлением работали над планированием боевых действий и подготовкой частей. Несколько успокаивало то, что к правому флангу армии стали уже выдвигаться те кавдивизии, о которых недавно вел со мною речь командующий фронтом. Их включили в состав 16-й армии. Бои за Скирманова с 11 по 14 ноября прошли очень удачно. Артиллеристам, минометчикам и Катюшам удалось нанести фашистам большой урон. А дружные атаки пехоты, поддержанные танками, довершили дело. Большую пользу принесла, во-первых, сильная группа автоматчиков-ополченцев, пробравшаяся ночью перед атакой в расположении противника. А во-вторых, выдвинувшиеся во фланги почти в тыл гитлеровцам. Кавалеристы такого боевого генерала, как Плиев. Правда, герои-конники сами попали в трудное положение, поскольку после завершения операции им пришлось с боем пробиваться назад. Но сражаться в тылу врага им было не впервой, свое дело они выполнили с честью. Разгром немецко-фашистских войск, занимавших Скирманова и другие селения, был полный. 10-я немецкая танковая дивизия, предназначавшаяся для перехвата Волоколамского шоссе, с большими потерями откатилась далеко назад. На поле боя враг оставил до 50 подбитых и сожженных танков, много орудий, вплоть до 150-мм пушек, минометы, сотни автомашин. Эту картину я имел возможность наблюдать вместе с А.А. Лобачевым и Владимиром Ставским, приехавшим к нам от правды. Но Ставский, конечно, не только любовался воодушевляющим зрелищем разбитой немецкой техники. Он был вместе с людьми 16-й армии в самые неистовые дни, даже в таком пекле, как под Спас Рюховским. Каково там было, знают защитники Волоколамска, а кто не знает, тому напомню. Именно там встал, поднятый ночью по тревоге, 289-й противотанковый полк, и его командир майор Ефременко отдал приказ выложить у каждого оружия по 100 снарядов. Рядом с майором был писатель-правдист. Мне об этом, между прочим, сказал по телефону находившийся на НП полка Василий Иванович Казаков. На вопрос, чем там Ставский занят, он ответил. В данный момент считает юнкерсы, которые нас долбят. Насчитал 27. Словом, как я уже упоминал, мы Владимира Ставского любили, и было за что. Все мы чувствовали, что приближается новое суровое испытание в битве за родную Москву, и старались как можно лучше подготовиться к боям. Чем пополнилась к этому моменту 16-я армия? Прибывшие из Средней Азии 17-я, 20-я, 24-я и 44-я кавалерийские дивизии, в каждой 3000 человек, составили второй эшелон. Лошади оказались не перекованными к зиме, а в Подмосковье грунт уже замерз. На заболоченных местах появился лед, и это затрудняло передвижение конницы. Бойцы и командиры дивизии еще не имели навыков действий на пересеченные лесисто-болотистой местности. Обрадовала нас прибывшая из Сибири 78-я стрелковая дивизия. Ее привел под Москву замечательный боевой командир-полковник А.П. Белобородов. Состояла она преимущественно из сибиряков, а среди наших прекрасных солдат сибиряки всегда отличались особой стойкостью, была полностью укомплектована и снабжена всем положенным по штатам военного времени. Трудно даже сказать, насколько своевременно сибиряки влились в ряды наших войск. Если под Волоколамском великую роль сыграла дивизия генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, то в ноябре не менее значительный вклад в решающие бои за Москву внесла дивизия полковника Афанасия Павлантьевича Белобородова. Получили мы и две танковые бригады, но с небольшим количеством танков, и 58-ю танковую дивизию почти совсем без боевой техники. Несколько пополнилась артиллерия армии. При всем этом противник имел подавляющее превосходство, особенно в танках и авиации. Хочется отметить один момент, предшествующий ноябрьским оборонительным боям. Неожиданно был получен приказ командующего Западным фронтом нанести удар из района севернее Волоколамска по волоколамской группировке противника. Срок подготовки определялся одной ночью. Признаться мне было непонятно, чем руководствовался командующий, отдавая такой приказ. Сил мы могли выделить немного, времени на подготовку не отводилось. Враг сам готов был двинуться на нас. Моя просьба хотя бы продлить срок подготовки не была принятого внимания. Как и следовало ожидать, частный контрудар, начатый 16 ноября по приказу фронта, принес мало пользы. На первых порах, пользуясь неожиданностью, нам удалось даже вклиниться километра на три в расположение немецких войск. Но в это время они начали наступление на всем фронте армии. Нашим выдвинувшимся вперед частям пришлось поспешно возвращаться. Особенно тяжело было конной группе Льва Даватора. Враг наседал на нее со всех сторон. Лишь благодаря своей подвижности и смекалке командира, конники вырвались и избежали полного окружения. Еще готовясь к этой операции, мы перенесли командный пункт армии в Теряеву-Слободу. Немецкая авиация нас здесь основательно побомбила. Сильно пострадали оперативные разведывательные отделы. Штаб армии перешел в Новопетровско, на автостраде Волоколамск-Москва. Мы выбрали это место еще и потому, что располагали данными о сосредоточении крупных танковых сил именно против левого крыла, 16-й армии. Отсюда было удобнее управлять войсками, которые, по-видимому, должны были встретить главный удар противника. Перебираясь на новое место, мы с Лобачевым воспользовались случаем. Заехали на несколько часов в Москву. Увидели мы ее настороженной, ощетинившейся металлическими надолбами и рогатками, с баррикадами на окраинах и с амбразурами в стенах домов. Город был сурово молчалив и грозен. На подступах к городу десятки тысяч москвичей рыли окопы и противотанковые рвы. Тут больше всего было женщин, пожалуй, всех возрастов. Лица сосредоточены. Чувствовалось, что люди понимают необходимость того, чем они заняты. Мы не заметили растерянности и уныния. Работа кипела, а погода была не из приятных. Моросил холодный дождь, висел туман и все кругом окутала промозглая сырость. Сознаюсь, что эти труженики, с таким спокойным упорством, выполнявшие тяжелую земляную работу, тронули меня до глубины души. И к сердцу подступила еще более жгучая злоба и ненависть к врагу. Я взглянул на Лобачева и по его лицу понял, что им овладели те же чувства. Мы сознавали, что то же самое испытывают все войны нашей армии. И что битва, которая начнется не сегодня, а завтра, будет решающей и послужит началом коренного поворота в ходе всей кампании. Право на такую уверенность давали нам октябрьские бои под Волоколамском. Как не силен был враг со всей его мощной техникой, ему не удалось прорвать наш фронт. Невиданной была стойкость войск в этих боях. Наш штаб и управление уже расположились в Новопетровском. Военный совет разместился в соседней деревушке Устинова. Штаб имел связь со всеми соединениями и частями, соседями справа и слева. Нужно дать должное полковнику Максименко его неиссякаемой энергии, знанию дела и высоко развитому чувству ответственности за порученный участок работы. И именно благодаря этим качествам он в самых сложных условиях создавал нам возможность поддерживать непрерывную связь с войсками. На протяжении всего периода боев под Москвой связисты, солдаты, сержанты, офицеры честно, с величайшей самоотверженностью выполняли свой воинский долг. Еще один штрих тех дней, сильно запомнившийся. В Новопетровском нас навестил Емельян Ярославский с группой агитаторов Центрального комитета партии, и этого человека народ знал и любил. Наши товарищи позаботились, чтобы из каждого полка прибыли люди его послушать, а там уж солдатская молва разнесет по позициям слово партии. Помещение было полным-полно народу. Емельян Михайлович в своем пинжачке выделялся среди военных. Он сказал, что не станет делать доклад. «Спрашивайте товарища обо всем, что вас волнует, а я как смогу отвечу», – обратился к присутствующим Емельян Михайлович. Вопросы посыпали со всех сторон. Невдалеке от Ярославского, прямо на полу, сидела тесная группа панфиловцев. Они были в белых маскировочных халатах и с автоматами в руках. Все с огромным вниманием слушали оратора. К началу вражеского наступления у нас были собраны довольно точные данные о группировке немецко-фашистских войск. Против 16-й армии немцы сосредоточили 5-й армейский, 46-й и 40-е моторизованные корпуса 4-й танковой группы. Севернее Волоколамска занимало исходное положение 106-я и 35-я пехотные дивизии. На участке западнее юго-восточнее Волоколамска против левого фланга нашей армии развернулись 4 танковые дивизии 2-я, 11-я, 5-я и 10-я и моторизованная дивизия СС под названием Рейх. Об этом неоднократно докладывалось в штаб фронта. Там, видимо, склонны были считать, что наши донесения преувеличивают силы противника. Мы, конечно, понимали товарищей. Им хотелось, чтобы силу противника было меньше. Да ведь и мы не возражали бы против этого. Но пленные, взятые под Скирмановой на других участках, подтверждали наши сведения. Приходилось считаться с фактами и готовиться к худшему. Успокаивать себя и войска мы не имели права. Для усиления нашего левого крыла был привлечен корпус даватора. При нужде можно было бы сманеврировать на угрожаемый участок. На левый фланг уступом назад мы подтянули 78-ю стрелковую дивизию. Отступать некуда.